Если посчитать, в день... Да, за день 75 километров я был. Сколько? 75 километров. За день, да. Каждый день минимум 50 или 60 километров. Пешком? Да, пешком, конечно. Просто думать, да, это курор, у него легкая работа. Так, все так думают. И сами тяжелые. Телефон не работает. Одежда мокрая очень. Потому что во время разгара карантина в апреле ты не успевал взять справку хоть какую-то, потому что тебе ставили смену. Ты избавился от одного штрафа, прилетел сверху второй. И ты едешь, чтобы оспорить второй штраф, и тебе прилетает третий. Ну, работать некогда. Получается, приходится все время ездить и что-то доказывать. Да. Все скринить, все записывать, все хранить. Все объединились, вы давите, и вы настоящая власть. Не побоюсь вопросов. Так и должно быть. Ну, вот мы пытаемся, только если сейчас работодатель, психанет, он сейчас просто сделает такую фигню. Все, мы прекращаем с вами сотрудничество с одной стороны от вас, а вы... Все, черный список компаний. Уважаемые граждане, просьба разойтись и дать проход другим гражданам. Чуть-чуть, отойдите, людям дайте проход. Отходите чуть туда, чуть-чуть подальше. Ребят, я представлюсь, я зовут Кирилл Украинцев, я являюсь главой союза... Главой союза курьера. Ну, то есть, объединение союза курьеров против ухудшения условий труда. Сейчас мы находимся возле главного офиса Mail.ru, и у нас есть четкие претензии. Во-первых, мы сегодня опубликовали в своей группе нереальные штрафы курьеров. И компания, заметьте, в своем обращении в Фейсбуке полностью проигнорировала эти штрафы. Если здесь присутствуют курьеры... Есть здесь курьеры, руки поднимите. Да, да, да. Вот, Саид, есть у тебя штраф? Были за май? Были. У нас есть четкие скляны и доказательства этих подлогов. Второе. Компания заявляет, что выплатила абсолютно всем зарплату. Саид, скажи, выплатила всем зарплату? Нет, не выплатила. Ко мне до сих пор пишут курьеры, которые не получили ни копейки. Я бы заказ пришел. Стой, не принимай, не принимай. Да, не выплатила, конечно. Заказ не принимай. Вот и принять. Ну, пауза, но все равно приходит заказ. А как тебе заказ может приходить на паузу, вопрос? Не понятно. Пауза не дают. Нет, закрыт смену, не дают. Вот курьеры без денег остались. Вот эти все курьеры, которые без денег стоят. Я два месяца не получил вообще. Два месяца. Два месяца не получаешь деньги. Нет. Вообще ни копейки. Завтра, послезавтра. Как Деливери сообщало... До сих пор работаешь? Нет, уже нет. Уже нет. А сколько тебе должны? Почти 90 и больше. 90 тысяч? Многим курьерам в среднем где-то 90 тысяч идет. Они должны именно, то, что они заработали. А остальным там уже свыше 100 тысяч идет уже. Мы подработку делаем сейчас. Любую работу. Ну, как говорят, мы туалет чистим сейчас. Серьезно говоря. Подработку. Нам же надо деньги жить. Ты пешком работаешь? Да, да, пешком работаем. И не на велосипеде? Нет, пешком работаем. Что, в велосипеде где деньги? Если два месяца уже деньги не платят. Еще свои карманы деньги будем купить за 10 тысяч. Будем ходить. Они деньги не будут платить. Потом нас кинут и все. А живете где? А вот в парке живем. Поддерживаем. Поддерживаем. Вот только двойки. Где живете? В парке живем. В парке? Что, не верите? В смысле, на улице? Как же? Да, на улице. А если день, смотрите, пожалуйста. Вот сейчас, если живете на улице? Да? Если деньги нету, если деньги нету, никто не будет на квартиру пускать. 15 дней. А, 15 дней. То есть, две недели уже на улице? Как бы с начала июня? А где? В каком парке? Метропланы, Сходинский, там парк есть. Ага. И когда холодно будет, подержим, подержим, подержим. А как вы? Почему всех игнорируют? Почему штрафуют? Почему звонят? Угрожают? Почему массу увольняют курьер? Да, да, это реально. У нас нет увольнений массовых. Массовых увольнений у вас нет. В прошлом году, в октябре месяце, было уволено массово более 500 курьеров. 3 июля было уволено около 40 курьеров в Санкт-Петербурге. Были заблокированы и уволены. Меня зовут Саид. А, я знаю вас. Саид, вам-то заплатили все? Да, вам заплатили, Саид. У меня по поводу заработной платы вопрос, проблема в том, что не выпускают на смену, проблема в том, что звонят, угрозают. Саид, неправда, вас выпускают на смену, вам никто не звонит от наших представителей. Коллеги, я представитель пресс-службы. Все, что я могу сделать, как сейчас с вашим коллегой Фахай, передать информацию своим коллегам. Я не могу ответить на вопросы по логистике. А почему компания Деливери Клаб, руководители Деливери Клаб не хотят решить вот эти вопросы напрямую с нами? С чем это связано? У вас есть операторы, с которыми вы можете решать эти вопросы? У нас нет этих операторов. Это на словах есть, на словах есть, а в деле их нет. Мы приходим в офис, нас в офис не запускают. Стоит охрана. Посылают нахрен, не провоцируют у офиса. Вы не можете, когда пункт стоит, вам отвечают. Не отвечают. Отвечают. Не отвечают. Вы же можете это просто элементарно зайти и проверить. Я более 15 раз писал по поводу того, что у меня исчезают выполненные заказы. Нет, у вас не исчезают выполненные заказы. Они исчезают у меня. История ваших заказов стирается через 2 недели после выполнения заказа. Девушка, в ночных сменах, в 15-го часа прошлого месяца, выполнял я 6 заказов за ночную смену. Расчет за 2 заказа. Остальные 4 заказа куда деваются? Может быть, у вас что-то с приложением вы не пытались переустановить? Я пытался, я каждый раз его обновляю, как только у вас выходит обновление. Вы понимаете, вы просто специально игнорите и не хотите решить вот проблемы, которые... Давайте мы возьмем ваши контакты и проверим, потому что так вслух обсуждается. Вы выставляете мейл в Delivery Club, правильно понимаю? Мейл в группе Delivery Club, коллега. А вы спросите, что у вас в Милаяцкой системе штрафов компании Delivery Club? Друзья, вы можете отправить все запросы такого плана нам на почту. Если есть какие-то у вас личные проблемы, можете оставить контакты, мы проверим и все изучим. Вы считаете, что система штрафов это личная проблема курьеров? Может быть, просто каждое месячное по 100-200 тысяч вы просто снимаете там с 10-20 человек? Молодой человек, он родился бы нам с своей конкретной проблемой, мы готовы ее изучить. Я не со своей компанией, я являюсь председателем профсоюза курьеров, я обращаюсь к... Штрафы есть? Сколько штрафов за я не получил? Не, не, туда уходите. Много получил. Вам неудобно общаться о системе штрафов? Давайте поговорим, давайте я в стряну покажу ваши штрафы. Позор компании, делили рекламу Майланову. Позор! 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 Рассказывают, сказки какие-то ходят. Да. Алина. Слушай, Кирилл, Кирилл. Позор! Мне тоже. Позор! Я сотрудник в ТВ. А что такое? Можете же у нас пропустить журналистов? У нас здесь поферятся не выключается. Где ваш руководитель? Можно пройти? Да, пошли. Ура! Нас пропустили. Володя, ты где? Мы начали выплачивать людям деньги три дня назад. Так как это не наши сотрудники, у нас нет их платежных реквизитов, поэтому мы платим сейчас тем, до кого мы смогли дозвониться, и кто нам смог сказать свои платежные реквизиты. Как только мы получим все платежные реквизиты, мы заплатим естественно всем. Мы заключаем договор с логистическими операторами, которые оказывают нам услугу доставки. Мы в этом договоре говорим сколько мы им заплатим, мы говорим сколько нам нужно курьеров. У нас произошла история о том, что один логистический оператор деньги за работу курьеров получил, но курьером не перечислил. И соответственно сейчас мы занимаемся тем, что мы уже платим курьерам напрямую. У нас нет договоров с курьерами никаких, мы не можем его штрафовать, он у нас находится не в штате. Мы заинтересованы в том, чтобы курьеры становились самозанятыми и работали с нами напрямую. Вот скажите пожалуйста, сегодня общались с курьером, у него два месяца на карте уже 3 рубля 26 копеек, сумма не меняется. Вот хотя бы условно какое-то ограничение во время, когда ему придут хоть какие-то деньги? Если он ответил на наш звонок, деньги ему придут через день. Если соответственно ему позвонили вчера и дозвонились до него, то как бы мы ему заплатим на следующий день, как только он нам скажет свои платежные реквизиты. А вы планируете как-то связаться с профсоюзом курьеров? Потому что они... Мы как бы не планируем связываться с профсоюзом курьеров, потому что профсоюз это как бы организация, которая защищает права сотрудников. А профсоюз курьеров пришел к нам, но не пришел к работодателям, к работодателям курьеров, да? Ну как бы ко всем этим логистическим операторам, да? И в этом смысле мы не понимаем, как бы чьи интересы представляют эти ребята на самом деле. У тебя флешки с собой? Да, а? Чуть тебя уйдетернул. Ну шанс практически нет. Гарантии, да, да. А они не будут даже увольнять, они просто заблокируют учет. Да, все. А ты уже дальше ходи, доказывай. А потом, чтобы ты получил зарплату, которая у тебя там что-то накапала, приезжайте в офис, отдавайте форму, сумку. Самоката нет? Нет, нет. Я не беру, я от них взял только вот и портфельчик. Ну а это бесплатно, слава богу. Хоть что-то от них бесплатно, спасибо. За полгода я понял, это вообще задница. Ну выхода нет. Раньше это гораздо лучше. Раньше была станка на карту, сейчас...